О подвиге девяти разведчиков в ходе освобождения Крыма в годы Великой Отечественной повествует фильм «Девять героев», который завоевал гран-при второго международного кинофестиваля «День Победы». Всех солдат этого подразделения наградили званием Героя Советского Союза. Долго, достаточно долго работала, где-то около года, может быть чуть меньше, около года работали над этим фильмом. Была очень длительная работа в архивах, потому что очень мало документов по этому подвигу. Нам пришлось достаточно серьезную работу провести, искать помимо каких-то архивных документов в Крымском архиве, в Государственном архиве. Всего за время кинофестиваля было показано около 50 художественных фильмов, которые посмотрели порядка 6 тысяч зрителей. В основную конкурсную программу вошли 27 кинокартин. «Я очень рада, что Одинцовский городской округ, сфера культуры нашего округа, выдержали высокую планку международного уровня кинофестиваля. На кинофестиваль представлены как художественные, так и документальные фильмы. И наши площадки, на которых проходили кинопоказы, творческие встречи, круглые столы – это дома культуры и наши библиотеки». Работа в архивах, поиск героев и локаций, выезд по городам. Все участники ответственно подошли к своим кинофильмам. Каждый смог показать именно ту часть войны, которая была менее известна. «Многие военные историки не знают, что существовали такие оленно-транспортные и оленно-лыжные батальоны. То есть, скажем так, была оленная армия. То есть, что кочевые народы с севера уходили на фронт со своими оленями и защищали арктические рубежи Родины». Кинофестиваль «День Победы» состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и показал высокий уровень организации в округе. Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин